15 сентября сразу в нескольких общеобразовательных учреждениях района состоялось торжественное открытие Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста». Первая наша съемочная группа посетила СОЖ номер 6 в поселке Дмитриевска. Слово для приветствия предоставили директору школы Заре Мехабиевой. Она отметила, что Центр «Точка роста» важен для развития естественно-научной грамотности, самореализации детей, педагогов. Добрый день, дорогие гости, уважаемые учителя и наши любознательные, в меру любопытные, целеустремленные ребята. Мы рады приветствовать вас на торжественной церемонии открытия Центра образования естественно-научной и технологической направленности, созданного в рамках федерального проекта «Современная школа», национального проекта образования и являющегося одним из центров федеральной сети «Образование.Роста». Время влияет на дни события, давит, диктует форматы и стили. Мы на пороге большого открытия сильной, свободной, богатой России. Сегодня здесь собрались именно те, кто не представляют свою жизнь без науки, творчества, исследований и инноваций. Поприветствуем всех присутствующих на нашем празднике. Слово для приветствия предоставляется директору школы Хабеевой Зареме Хусеновне. Добрый день, ребята, добрый день, учителя, добрый день, дорогие гости. Приветствую вас всех на торжественном открытии Центра дополнительного образования естественно-научного и технологического профилей, созданных в рамке национального проекта «Образование». Современное образование – это залог успешного будущего подрастающего поколения нашего района, региона и страны в целом. И особенно нам радостно сегодня, потому что в стенах нашей школы открывается один из современных центров точки роста, а вместе с ним открываются новые возможности для нас, для всех учеников и учителей. Уверена, что вы, ученики, сможете по достоинству оценить эту замечательную возможность современного развития, которая сегодня открывается перед каждым из вас вместе с открытием Центра «Почка роста». Наше общество постоянно находится в развитии и через систему образования выдвигает и реализовывает все новые требования к качеству образования. Именно повышению качества образования будет способствовать «Точка роста» – Центр дополнительного образования, естественно-научного и технологического профилей «Точка роста» на базе нашей школы. «Точка роста» ждет учеников и готова открыть новые современные возможности для обучения и исследований. Именно в нашей школе открыты два кабинета. Это кабинет биологии и химии и препаратовская лаборатория вместе с этим кабинетом. И кабинет второй – это кабинет физики и технологии, тоже лаборатория вместе с этим. В этом году они получили капитальный ремонт. Недавно нам завезли оборудование, поэтому смело вы все ученики, которые проходят именно эти дисциплины, вы можете заниматься в этих кабинетах. Потому что вы понимаете, что это современные занятия у вас будут. Вы ничем не будете отличаться от городских школ. Это «Точка роста» именно для таких школ, где насчитывается меньше количества детей, и чтобы именно до вас доходили эти возможности. В добрый путь, ребята. Берегите все, что создано. Занимайтесь, учите, дерзайте. Далее слово предоставили руководителю центра, учителю физики, почетному работнику Российской Федерации, Сухову Николаю Икоровичу. Физика – не просто слово. Физика – не просто звук. Физика – опора и основа всех без исключения наук. Поэтому на самом деле, получая вот это оборудование, вы должны оставить дома игры свои домашние. А здесь вы приходите за знаниями. Поэтому как можно больше этих знаний нужно получить. И все зависит от вашей самостоятельности, организованности. И самое главное, вы не должны делать ни зла, ни плохо. Вы должны именно делать все хорошо. Быть прилежными учениками. Самые напутствующие слова на будущий учебный год – всем вам. Затем выступила педагог центра, учитель химии и биологии Мария Анна Нагорокова. Добрый день. Команда педагогов «Точки роста» приветствует собравшихся гостей. Мы в этом зале встретились непросто. Наш центр сегодня открывает свою дверь. Доступна для всех на луку пути. Волнение, открытие будет нечесть. Для нас очень важно вперед пошлить и вклад принести для каждого честь. Далее учащиеся школы подготовили музыкальные номера. Для чего она нужна? Сдает много вопросов нашей школе детвора. Для того, чтобы для страны дети умные и важные. Кто-то будет лобочевским, кто-то сможет стать кюри. Все науки познать очень сложно, а в 21-й аторный век без наук нам прожить невозможно, ведь без них как без рук человек. Мы рождены учиться и трудиться, познать себя, стремиться к высоте. Хотим мы в жизни многого добиться, узнать про все, что происходит на земле. За современный центр «Точка роста» спасибо всем, скажем, без сомнения. Шага со временем на новую. Просто пути открыты в дети нового поколения. Рождение нового центра – это важное событие для всех членов нашего школьного коллектива. А в подарок всем нам в день открытия центра «Точка роста» наши учащиеся подготовили музыкальные номера. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Про оснащение кабинетов и какие классы будут заниматься нам рассказала директор школы Зарима Хусейновна. В нашей школе, в средней школе номер 6, открыты на сегодня два кабинета «Точка роста». Сегодня у нас торжественное открытие. Это кабинеты биологии и химии, и кабинеты физики и технологии. Дети, ученики – мы очень рады, потому что такая возможность сейчас. Я понимаю, что это по очереди все школы будут, но мы радуемся, что именно в нашей школе в этом году были открыты эти замечательные современные кабинеты. Учителя, которые будут работать в этих кабинетах, преподаватели, они обучены, они прошли курсы и готовы уже детям преподавать все, что связано с этими кабинетами по «Точке роста». Я думаю, что не только я, но и вся школа поддерживает, что кабинеты очень нужны были, эти кабинеты, эти предметы, потому что очень многие дети, заканчивая школу, они сдают биологию, они сдают химию. И очень нам отрадно, что эти предметы будут преподаваться в современном стиле, что дети, независимо от того, что это маленькая сельская школа, мы будем узнавать то же самое, что и в больших городах. Точно так же и кабинет физики и технологии. Оборудование уже завезены, я думаю, что это не все, на много тысяч завезены эти оборудования. Учителя уже, которые работают в этих кабинетах, они уже распаковали, начали работать с ними, показывать детям. Детям очень интересно, потому что в нашей сельской школе видеть такое, квадрокоптеры, какие-то интересные детали, принтеры 3D, ноутбуки, это для них, конечно, новое. Поэтому мы просто радуемся, спасибо, что такая поддержка у нас есть, центру образования, национальному проекту. После выступления гостей все присутствующие были приглашены на экскурсию по профильным кабинетам. Также торжественное открытие прошло в ауле Хачимзи и в хуторе Казена Кужорском. В открытии центра «Точка роста» в СОЖ номер 4 аула Хачимзи приняли участие глава Дмитриевского сельского поселения Муртаз Пшизов, депутат сельского поселения, председатель местного отдела Адыгахаса Аслан Метов и другие. Первым слово предоставили директору школы Султану Хисиюхову. Добрый день, уважаемые гости. Еще раз здравствуйте, ребята. Сегодня мы действительно присутствуем на событии, которые для нашей школы, прямо скажем, практически исторические. Очень важные обновления претерпевает наша школа. В этом году нам действительно показали, что могут быть изменения позитивные даже в такой, казалось бы, маленькой школе, как наша. Благодаря национальному проекту образования у нас, ребята, появились три новых кабинета. Это кабинет физики, кабинет химии и биологии и лаборатория. Оборудование там самое современное. Уроки станут намного интереснее, познавательнее. Естественно, это должно отразиться и на качестве нашего образования. Ведь если вы будете не только теорию, но и практику видеть, то, думаю, это будет большим подспорьем. Ну а сейчас, я думаю, когда мы зайдем, вы все убедитесь в этом. Оборудование, повторяюсь, очень хорошее и современное. Почетные гости праздника поздравили всех присутствующих с замечательным событием. Пожелали и достичь значительных результатов в сфере науки и творческих успехов всему коллективу школы. Хочу поздравить вас всех с открытием этих новых кабинетов. Все-таки новшество и дошло и до нас. Это отрадно радует. Буквально час назад было такое же открытие и в поселке Дружба. Поэтому все возможности в ваших руках хочу пожелать вам во всех начинаниях успехов, здоровья и желания учиться. Спола предоставляется Метову Асуану Кимовичу. Хочу поздравить всех с открытием новых условий. Все делается для вас. Дело остается за вами. В добром пути. Слово предоставляется Татаришеву Руслану Юрьевичу. Затем все присутствующие были приглашены на экскурсию по кабинетам. Благодаря такому центру обучающиеся нашей школы смогут всесторонне развиваться, открывая для себя новые возможности. Поделился с нами директор школы Султан Сиюхов. Сегодня в нашей школе произошло действительно знаменательное событие. Открытие трех кабинетов в рамке реализации программы «Точка роста». С этой точкой роста в нашу школу пришли современные оборудования, ремонт этих всех кабинетов. Довольны и дети, и родители. Ведь это оборудование позволит прямо на уроках измерять температуру, массу, увидеть многие микроскопические элементы. Учителя наши, естественно, прошли все переподготовку. И надеюсь, что это действительно улучшит и качество образования, и интерес к этим предметам у ребят вырастет.